Первым словом на комитете по благоустройству окружного совета депутатов дают представителям общественной палаты. Необходимо обустроить территорию у фонда науки и культуры Павла Флоренского. Сотрудники просят об этом. И площадки с памятником пострадавшим в годы гонений и репрессий на перекрытии Карла Маркса, Пионерской и Вифанской. Из-за единственной в том месте забитой парковки монумента практически не видно. Как открыть памятник решать предлагают совместно с депутатами. Что делать? Как открыть этот памятник, эту площадку? То есть вообще возможно запретить парковку и эту? Значит предлагать платные парковки, какие-то знаки устанавливать регулирующие соответствующие? Нам необходимо с ГИБДД данный вопрос решить. Там действительно запаркованность большая. И в принципе у нас попало дорожное движение. Там у нас в принципе небезопасная зона. Там и у нас магазины есть, и где у нас там переходят. Поэтому мы все-таки рассмотрим еще раз, наверное, на комиссии ГИБДД. Сотрудники ГИБДД примем определенное однозначно какое-то решение. Я думаю, что мы, наверное, все-таки постараемся, наверное, там парковку убрать. Также представители общественной палаты просят заняться водоотведением на мостовой перед входом в музей Флоренского и благоустройством площадки у памятника. Еще обида, большая у них обида на то, что им приходится самим постоянно убирать, буквально в смысле, мусор на этой всей площадке, а она не маленькая, красить, подкрашивать, убирать, содержать все вот эти мемориалы, которые они мало того, что установили, подарили городу, но еще их и содержат. Конечно, это несправедливо. Все памятники и все общественные пространства должны содержаться в нормативе и так, как положено. Мы с вами доедем, вместе выйдем, определимся, созвонимся и туда съездим. Я возьму своих и МБУ, и своих дорожников. Еще один вопрос общественной палаты и обращения жителей улицы Северной и Советской. По улице Северной в связи с водом строя КП Троицкая-Слобода возникла неблагоприятная транспортная ситуация. Трафик автомобилей вырос в разы. Пешеходные дорожки отсутствуют, а освещение работает частично. Улица Советская, дом 16, дом 34. Существовавший исходный прогон в 2016 году приняли на кадастр как дорогу городского типа в нарушении СНИПа по дорожному строительству. Ширина проезжей части не соответствует необходимым параметрам. Освещение отсутствует, пешеходные дорожки отсутствуют. По улице Северной у нас уже в настоящее время эта дорога в этом году у нас вошла в ремонт. Нам дают на нее денежные средства. У нас сейчас мы делаем на эту дорогу проект. После проведения проектных работ мы там будем выходить и тоже смотреть. Нам немножко не нравится там история. Мы выходили с имущественниками туда. Это забор там ближе к Троицкой Слободе, где вот там так называемый горлышко, да, где у нас проезжает только одна машина. И с Министерством транспорта мы ходили, и с Ланзей Ньюровной мы тоже туда ходили, с замминистра по благоустройству еще тогда. Она тоже мы определяли, что там необходимо делать и тротуар. Но в этом году мы дорогу там однозначно будем делать. По улице Советской, ну по улице Советской такая же история, как по улице Северная. Без проектной документации мы понимаем, что мы не сможем провести там, скажем так, капитального характера работы. Но пока, я прошу прощения, пока у нас в этом году денежные средства не заложены. Будем тогда планировать, наверное, следующий год. На будущие комиссии оставили рассмотрение вопроса Дома художников, тоже по благоустройству. И памятных знаков, подаренных городу, например, у Конного двора, их тоже нужно обслуживать. Еще одна тема комитета благоустройства касалась установки световых пешеходных переходов. Их предлагают оборудовать на самых аварийных участках. Я бы, конечно, во-первых, благодарна Сергея Александровича Лопатникова за его подход, то, что зарядка будет сделана, все, я в этом не сомневаюсь, но я бы еще усилила ситуацию. А давайте попробуем на наших внутренних дорогах, давайте попробуем, сделаем. И мы все посмотрим эффект, понравится нам, не понравится. Может быть, даже что-то там окажется такое, что и оно не очень здорово. Но мы хоть поймем, что это такое, как в нашем городе. И давайте вот внесем, и может быть, вы там в ближайшее время выйдете к нам, с Михаилом Юрьевичем проговорите, чтобы нам все-таки денежки выделить из местного бюджета, ну, какой-то в обозримом, там, в тем же время месяце, правильно? И попробуем, действительно, как вы ждете. Хотя бы пять переходов. Да, даже, может быть, три-четыре поставить, попробовать, даже, может быть, два-три. Но в самых таких вот проблемных местах. Обсудили создание и пока обычных пешеходных дорожек, тротуаров. Например, пенсионеры просят проложить одну из них на улице Центральной от дома 14 до 1А. Все просьбы взяли в работу. Жанна Янекович Лавшумов, программа «События».